А ну народ захочет побориться! Ой, так и заново родился! В лучших традициях ярмарочных гуляний публику на этом празднике развлекали скоморохи. Конкуренцию этим ярким персонажам, сыпавшим на право и на лево шутки прибаутки, могло создать разве что это трио из Кирова. Актеры театра кукол и их друг. Петр Петрович. Здравствуйте! Это Петрушка Вятский. А мы с ним уже давненько работаем, очень любим его. Петрушка завсегдатый ярмарок. Актеры работают в традициях русского балаганного представления, быстро собирают публику, увлекают, удерживают ее внимание на протяжении длительного времени. Персонаж весьма характерный, хулиганистый. Он озорник, проказник и любит всякий праздник. Ну, конечно, он хулиган, потому что вот сейчас он не вытащил дубинку, а без дубинки ни одно представление не обходится. Зачем вот это? Я просто хочу! Не надо, не надо, не надо. Театр Петрушки – это интерактив такой. Вот мы, представление, конечно, у нас имеет свой сюжет, но когда публика что-то добавляет, он с удовольствием в диалог входит с публикой. Вот сегодня диалог был замечательный. И отсюда получается новое представление фактически, потому что оно каждый раз по-своему, со своим колоритом, со своими оттенками. Вятская ярмарка увлечений – проект, который объединил десятки, а то и сотни людей, влеченных своим делом. В него вкладывают душу, о нем рассказывают публики. На площадке «Вятские викинги», где участники клуба исторической реконструкции «Скогланд» развернули свой лагерь, было многолюдно. Представители клуба с удовольствием общались с публикой и отвечали на многочисленные вопросы. В реальной жизни у меня есть, например, такое хорошее правило, как говорили древние скандинавы, весло лучше лекарства. То есть, если ты заболел, у тебя температура, взял руки, весло, сел на лодку, игре вида заката. То есть, любой работой можно выбить любую болезнь своего тела. То есть, простыл, как у нас, например, у русских, в баню, сходил, попарился, прогрелся. У скандинавов было запрячься тяжелой работой, чтобы ты пропаделся хорошенько. Можно сказать, та же самая мудрость. Здесь работало несколько площадок. Пестив одни, можно было получить новые знания, побывав на других, зарядиться хорошим настроением. А на третьих – просто попробовать угощение. Есть площадка «Вятская кухня», где мы можем отведать душистый шаник, чисто наше вятское блюдо. Ну, конечно, «Вятская вольница», где соревнования по джигитовке. Люди демонстрируют свои собственные увлечения. Кто-то занимается своим подворьем и может, как говорится, похвалиться своими петухами, козами и другими животными. Кто-то своим мастерством. То есть, традиционно есть площадка «Вятское ремесло». Ну и какая ярмарка без площадки «Вятские забавы», где работают работники домов культуры, показывая свои игровые программы, вовлекая вот народ в такое непринужденное ярмарочное веселье. КОНЕЦ КОНЕЦ